МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні Гомель означает свой 875-й день народжения. В этой хвилины святочные мероприемства протягиваются во всех районах областного центра. Принять у них удел и повиншовать город над Сожем с юбилеем приехали делегации городов по братиму и партнеров с пяти краин. Официйному старту святкования попередничала сустреча с керауниством Гомеля. Вызначены основные на керунке супрацовництва, и у подтверждения намеров подписаны новые погоднения. Початок святочных падзей гэтага дня у репортажи Дзмитра Якотова. Гомель – город с багатой гисторией и героичным минулым. Город, у яким шануюсь традиции, и упевненно рухаются наперед. До своего юбилея он подыходит с добрыми выниками социально-экономичного развития. У Гомеля зараз больше за 100 буйных и средних промысловых предприемств, які наладили гандлёвые суэзи со 112-ю краинами свету. Сё лето продукцию наших вытворцов у першыню на прылавках магазинов убачили джихары Боснии и Герцеговины, Черногоры и Люксембурга, Камеруна и Ливана. Особливая увага развитию супрацовництва с Китаем. У гэтай краине уже организованы вытворчасти по сбору техники «Гомсельмаш». У восьми провинциях реализуется солодкая продукция фабрики «Спартак». Зусім худко у гандлёвую сетку поступить и молочная продукция. На урожыстым приёме керавництва Гарвы Канкама делегация с города Чэнду, якая у першыню приехала на день нараджения «Гомеля». Гости затекавлены у импорти сельско-господаршей продукции. Сейчас из Чэнду отправляется и железнодорожный поезд с городской Чэнду Европы. Я думаю, что можно с помощью такого поезда направить эти товары из «Гомеля» в Чэнду. Сегодня у «Гомеля» установлены побратимские суети с большим 30 городами с 13 краин. С российским Бранском наш областный центр связывают шмат годовые тесные износины в шмат яких сферах. Сегодня заключены новые официйные домовленности. Подписано погоднение об супрационисты помеж Бранским городским советам народных депутатов и гомельским Гарвы Канкамам. Так само святошный день подписы поставлены в плане международных мероприемств помеж Гомелем и Красносельским районам Санкт-Петербурга на 2017-2021 год. От себя лично, от жителей Красносельского района Санкт-Петербурга хочу поздравить гомельчан с этой великолепной датой. Хочу пожелать самое главное здоровья, счастья, благополучия, процветания. Оставаться всегда такими мирного неба над головой. Дружить дальше, продолжать, приезжать к нам в гости и вместе общаться, налаживать отношения. Официйный старт святкованию дня народжения Гомеля дадены на центральной площади. Церемония открытия – видовищная и запоминальная подея. В масштабном шоу приняли уделка для 500 артистов. И они представили историю города, самые значные эпохи, которые покинули свой след и оказали уплыв на развитие субшастного Гомеля. Музычно-театрализованный пролог «Гомель юбилейный» Рассказывая о предприемствах, организациях и ведомствах, какие сёли-то так само стали юбилярами. У их лику областная газета «Гомельская правда» и «Держ аутоинспекция». Культурное житё Гомеля завсёды было богатым, творшим и смястовным. У разные годы тут жили и працевали такие вядомые композиторы, как Александр Градский и Александр Буйнов. Тут свою деяность подшинал народный артист Беларуси Анатолий Армоленко. Их творшелёс был связан из Гомельской областной филармонией, якая сёли-то так само улику юбиляров. Устаной исполнилось 50 год. Дорогие земляки, с праздником! На свято принято дарыть подарунки. У сквера имя Громыки после реконструкции запустили фонтан. А у сквера имя Держинского после масштабных работ открыли обновленный мемориальный комплекс. У Гомели так само заявился уникальный музей Друку. Ясно однознаковая подея отбылась непосредственно в день святкования Дня города. Министерство Суэзи Республики Беларусь выпустило юбилейную марку тиражом у 40 тысяч экземпляров и специальный штемпель памятного урочистого гашения. Его уникальностью тем, что он працует только один день. Из завтрашнего дня все марки, которые были погашены этим штемпелем, становятся коллекционным материалом. Их можно будет приобрести только в уголках филателиста. И с течением времени стоимость этой марки будет набирать свою цену. И, как правило, как показывает опыт, чем меньше марок погашены в этот день, тем дороже потом конечная стоимость этого продукта. Гомель ни наимгнение не спыняется у своем развитии. В городе над Сожем створаются новые вытворчасти, будуются жилье, открываются установы. Город пустые пригожим и сучасным, утульным и комфортным для життя. У подтверждения этих слов признание на республиканском узровне, перемога в споборнестве по социально-экономичному развитию и конкурсе по доброму порадкованию. И все это, конечно, не кто-то один. Это все гомельчане, это, безусловно, трудовые коллективы и просто наши жители, которые каждый в меру своих возможностей и способностей вносил вклад в то, что Гомель сегодня такой цветущий, бурно развивающийся город. Я хотел бы всем им сказать огромное спасибо и поздравить с этим юбилеем нашего любимого города. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель». Прологом до святкования 875-го дня Гомеля стало шоу «Легенды старого лодышника». И оно за аншлагом пройшло на пяре до дни у вечера и у гомельским цирку. Для творчого эксперимента цирковую арену обрали не выпадково, и она дозволяя задейничать простору не только сцены, а и всей залы. У шоу приняли удел больше за 200 человек. Это студенты мясовых ВНУ, наученцы детячей хореографичной школы мастатства, творчие коллективы и профессиональные артисты. Хореографичные, цирковые, театральные и музычные номеры объединяла агульная сценарная канва, а повед старого лодышника. По водле легенды, минавито Йон став первым гомельчанином, приплывши в это место пара ЦСОЖ. С его вуз науглядачы почули историю города. Арена сама по себе, как нечто круглое, объединяющее, дает определенную почву для воплощения темы единства, показать единство нашего города, показать его историю. Достаточно интересный получился проект, и, на наш взгляд, это яркое начало праздника. И аши одним подарунком для гомельчан у День города стал концерт в рамках республиканской народно-патриотичной акции «Мы разом». А полный Йон распачался на центральной музычной плясовце Гомеля, площадью имя Ленина. Акция «Мы разом» – это мероприемство Федерации профсоюзов Беларуси, и оно проходит третий год за пар. Профсоюзные выканавцы побывали со своими концертами практически во всех городах республики. У День города у Гомеля выступили финалисты конкурсу «Новые имены Беларуси», аматорские коллективы и зорки беларуской эстрады. Тут же ушановывали представников працовных династей, социальных партнеров и профсоюзных активистов. В рамках нашей акции, мы вместе, профсоюзные акции, конечно же, награждали самые достойные. Это были и наши династии во всех отраслях экономики, заорганения, социальной сферы. Поэтому на эту сцену поднялись те люди, которые в этот праздник должны были быть отмечены. Двор у Симбиадомага Будынка полез вдруг у День города перетворился у места, где смиксовались мода, музыка, ежа и мастатства. Центр моды и пригожости «Крыштальная нимфа» обновил тут атмосферу минулого 100 года с домино, подвясными арелями, настольным теннисом и виниловыми проигравальниками. У дворы до революционной городской думы можно было убачить выставу картин и арт-объектов, отовариться в модном маркете, послухать выступления популярных музыкантов. Для самых лянивых организовали зоны от Пашинку и фудкорт. Гастрономичной фишкой стал уже знакомитый у Гомеле Дранбургер, микс белорусской и американской кухни. Основная зона – это модный маркет. Модный маркет с дизайнерами, в принципе, участниками белорусской недели моды, где каждый может по доступным ценам приобрести себе одежду дизайнерскую. У сквер имя Грамыки, каля одновленного фонтану, провяли першую в истории города выставу «Гронки Гомеля». Аматорский клуб «Виноград Гомельшины» запросил на фест виноградеров з усей Беларуси. Журы вызначало лепших садовников, а гости фестивалю смогли продегустировать гатунки винограду, яке можно поспехово вырошивать у Беларуси. Тут же, жадаюча, имели макшимость отримать консультации по доглядзе за гэтой капрызной культурой. Любая культура требует какого-то знаний, какого-то времени, ухода. Не без этого. Виноград, может быть, не самый простой, но не надо думать, что это что-то такое сверхъестественное. Святкование Дня города в этом году стало рекордным по колькости тематичных пляцовок. Организаторы подрыхтовали каля сотни мероприемствов. Музычные, гастрономичные, модные, кветковые. Мы спытали у гамельчан, какие из их покинули наибольшее моцное уражение. Погуляли по парку. Сегодня прошли здесь. Сувениров купили немного. На фестивале еды побывали. Были во всем городе, посмотрели все, что можно посмотреть. Попили необычную кока-колу. Замечательный день города. Все на высшем уровне. Наш прекрасный город. Хочется поздравить. Родной гамель. Все посмотрели, все прекрасно. Везде весело, вкусно. Люди позитивные. Прекрасная погода. Все интересное для меня. Я первый раз здесь. Я приехал из Туркмейсана. Я коренная жительница города Гомеля. И хочу сказать, что я очень люблю свой город. И счастлива сегодня от того, что я вижу вокруг столько много счастливых лиц и столько много талантливых людей. День рождения города Гомеля останется самым моим любимым днем. До новых тем выпусков журналисты телерадиокомпании Гомель принимают уделу другим фестивалям региональных телекомпаний Беларуси и России. Конкурс лепших творческих проектов сегодня протягивается у Минска. С учасными потребованиями до телевизионных проектов ознайомился Олег Синцеров. В этом году организаторы вырошили провести одночасово одразу два фестиваля документальных фильмов ТЭФИ «Содружность» и региональных телекомпаний. Такое сполучение дает максимальность организовать еще и свою соблевую учебу с обменом думками. Причем учеба проходила в достаточно широком формате. На одно из поседений запросили навык студентов института журналистики. Думка о пошлих тем больше важная, что в дороге нет своих батьков. Сучастная молодость лядить телевизор не вельми часто, бадает самый эффективный способ поэлечить кофисть клядачов. Максимально активно выкраскивать мощности интернету. Тем более, что тут есть еще один нюанс. Человек должен иметь мощность и надеть телевизорный продукт в тот час, когда я могу это сручно. Моей маме 67 лет. Она тоже активный пользователь интернета. И она очень часто многие проекты смотрит по интернету. У нас в Москве огромное количество каналов. Физически иметь столько телевизоров, чтобы смотреть все каналы, невозможно. Вот она включила кнопку, что-то посмотрела. Но из того, что она хочет увидеть еще, она посмотрит в интернете чуть позже. Практично все удейники двух фестивалей и ТЭФИ «Содружность» и образ часу погаджаются. Соправды знаковых программ, якими генерация телеканала сегодня не шмат. При тем, что глядачу в уголе постоянно хочется нечего нового. Навод, коли покинуть за кадром проблему финансования рейтинговых проектов, есть широких инших нюансов, которые необходимо уличить. Члены Академии российского телебачения, керунки отделу специальных проектов ведущих телекомпаний, знаками-тое телеведущая, у программе фестивалю их мастер-классам отведено далеко неопочное место. С открытыми профессионального мастерства делятся люди, которые уже стали легендами журналистики. Как найти интересную тему и спонсоров для ее реализации, как написать загопляющий сценарий и как при мягчимости окупить затраты. Хоть сказать об значительных прибытках приходится далеко не завсюду, генеральный директор компании «Документалист» и телеведущая Вальдис Пельч каже, что некоторые социально важные проекты прибытку могут и не приносить, але в любом случае одну умову необходимо выполнить обовязково. Телебачения повинны не только заболеть глядачу, але и повышать их интеллектуальный узровень. «Радуюсь, когда нам говорят, вы знаете, вы посмотрели ваш фильм, было очень интересно узнать то, что на самом деле мы не знали, но нам было очень интересно это узнать. Вот, по воздействию это такое же развлечение. Просто оно более серьезное, оно требует больше ответственности, больше работы с архивами. Опять же, подчеркну, что история – это субъективная наука, очень субъективная. Но просто мы стараемся в этой субъективности выбрать что-то лучшее, но наиболее правдивое». Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» из Минска. «Тышится на ватых, кого не тышится» – акция по самотестированию на ВИШ пройшла сёння у «Гомелі». Их головная мета – притягнуть увагу людей, які могут быть инфицированными, але не ведаются об этом и лишать, что их это не тышится. Стратегия ЮНЕЦ накерована на то, как 90% людей, які живуть з ВИЧ, докладно ведали свой статус і отримували лячення. У «Гомель» акцію проставила посол доброй волі ЮНЕЦу Беларусі телеведучая Светлана Боровская. Подтримать кампанию проехала так само популярная співячка, заслуженная артистка Беларусі Наталья Томела. Подчас мероприемства ведучая расповядали об тем, что треба ведать про ВИЧ, проводили конкурсы и раздавали сувениры. За нескольких хвилин организаторы кампании протягнули до себе увагу великой колькості гараджан. А першими пройсти тест пропоновали корреспондентам телерадиокампании «Гомель». Результаты нового экспресс-теста, які выявляя вірус по свіне, вядомые про с 20 хвилин. Подчас мероприемства свой ВИЧ статус докладно высветлили несколькі сотен гомельчан. После «Гомеля» акція накеровалася у Рэджицу. Я видела, как всем важно, и главное, что это были взрослые люди, они обязательно расскажут племянникам, деткам, внукам. И это так прекрасно, потому что как раз история сейчас, легкая угроза присутствует у взрослых людей. Молодые-то как бы все знают. А вот как раз взрослые люди от 40, от 60 даже. Вот здорово, что они к нам тоже пришли. Часкали в библиотеце, не треба вытримлювать тишиню. Традиційно настал напереда дні святковання Дня Города. Шостый год запор. Гомель долучается до международной акции «Ночь у библиотеце». Две самые буйные библиотеки в области разгорнули для наведывальников десятки интерактивных пляцовок. «Библия ноч» 2016 сперша открыла Гомельская городская библиотека имя Герцена. Мероприемство распочалось на улице перед будинком библиотеки. Потым плавно действие казачной программы протекло на усе поверхи. Кожная информационная пляцовка окунала у свет книг Джоан Роулинг «Абгары Поттеры». Гости могли поступить на чаровницкий факультет, позайматься у библиотецы Ховарса, принять удел у интеллектуальном поединку на веденні г истории про юного чаровника. Головными персонажами казачного шоу стали як сами супрацовники библиотеки, так и гараджане. Если я магал, то я в жизни врач, а вообще я помогаю волшебникам. Я с радостью согласился помогать на ночи библиотек, потому что мне кажется, что история про Гарри Поттера это такой волшебный рассказ, это целая эпоха, которую нынешнее молодое поколение тоже интересуется. Фантастичная инсталляция из книг Джоан Роулинг «Адзенние прылады чаровников». Усё хэта своими руками зарабили супрацовники библиотеки. На подрыхтовку спотребилось околе трёх месяцев. Мы хотим привлечь наибольшее число людей, наши стены, для того, чтобы они понимали, что в библиотеке возможно всё. Не только тишина и, так сказать, традиционное чтение, но и прекрасный досуг, который может быть организовать любая библиотека. Шматлюдно, шумно и весело. «Библионодж-2016» означили и у Гомельской областной библиотецы имя Ленина. Тут акцент зарабили на белорусские фольклорные и литературные традиции. «Менавито в той год, когда исполнился 500 год белорусского книга «Трукованья», юбилей с Кариной, 135 годов дня дня народжения Кубаколаса, Янки Купалы. Менавито этому святу присвечена наша библия ночи, которая в этом году имеет название «Веросневая светлая мара». Постановки фольклорных обрадов, литературные читания и библиотечные квесты. Только частка займальных зон, которые подрихтовала областная библиотека. И они працавали амаль до полночи. Многие гемельчане и гости города, которые приехали на библия ноч, уже распочали гадать, о какие казочные вандрования отправятся в библиотеках в наступном годе. Наталья Капрыленко, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо Компания «Гомель». Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэта выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сачыть за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин